Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Моя профессия – изготовление самозаточных тяпок. Для того, чтобы их изготавливать, нужно много знать. Это сложная технология, и не хочется идти не в ногу со временем, а наоборот, хочется внедрять что-то новое, свежее, необычное. Мы внедряем новые виды изделий – тяпки, мотыги, грабли. Постоянно совершенствуем свою технологию, свое производство. Поэтому для того, чтобы это происходило, необходимо, конечно, не только интернетом пользоваться, но и где-то своими глазами посмотреть, пощупать. Вот сейчас я нахожусь в Москве. Мы с сыном Михаилом приехали сюда на выставку термического оборудования. Посмотреть, каким образом происходит современная термообработка, для того, чтобы внедрить у себя ее на производстве. Это уже будет следующее видео. А это видео посвящено тому, как мы добирались в Москву, как мы добрались до места, для того, чтобы… Вот сейчас мы уже встали, я сейчас нахожусь в Москве. Вот она, Москва. Вон там. На улице дождик. Видно, наверное. Небольшая гостиница, мы ее вчера нашли, но я как раз и хочу показать об этом видео, как мы ее нашли, как мы поселились. А сейчас собираемся, завтракаем и едем на выставку. Буду освещать тоже там все, что мы увидим. Пощупаем, потрогаем. В общем, москвичи, привет, мы в Москве. Намасково. На улице дождик. Попублики, Jin真. Дождик. Давайте проверим. Почему с rods? Дождик. Попублика, я надеюсь если вы увидите вашуics. Дождик. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Ну, вот мы и в Москве Добавил субтитры DimaTorzok 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 Викторию Эпищеву, Анну Полякову, Алексея Грауса, ну и всех остальных. Это я так вот, первые, кто в голову пришел. Всем привет, всем москвичам привет. Ну вот мы и в Москве. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю где мы находимся, Миша вот по навигатору ведет, где-то гостиница. Конечно, мегаполис это не для меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не представляю. Ну понятно, что мы в Москве, где-то куда. Идем по навигатору, но я не представляю где мы находимся. Вот какая-то высотка, освещенная или невысотка, не поймешь что. Вот здесь будем ночевать, вот в этом здании. Вот она гостиница. Вот она, Миша привел. Говорит, самая недорогая. Вот она, вот здесь и заночевим. В общем, идем. Вот мы. Здесь, вот Москва-река. Справа Александр Док чешет по Москве на выставку термического оборудования. А, в Кавказской спокойнее. А здесь Ох, Москва-Москва. А Миша мне каждый раз говорит, еще 300 метров. Еще 300 метров. Уже скоро Москва закончится. А он, говорит, навигатор покажет. А уже 2 часа ночи. А мы все идем, идем, идем. Теперь же надо как-то через реку переплыть. Туда, на ту сторону. Или, может, переход есть какой. Или вон мост. Ой, вот еще что-то. Неужели мы пришли? Неужели пришли? Да нет, почти. Еще 300 метров, да? Да. И какой-то ИФД-Капитал. Оказывается, не туда. Поворачиваем. И еще 5 километров назад. Где мы находимся, не знаю. Куда-то нас навигатор все заводит и уводит и уводит. Решил Александра Дока испытать. Этот навигатор. И вот мы вокруг Москвы реки. У меня уже язык заплетается. Ходим. Уже я замерз. Уже ножки мои болят. Вот. Уже и ноги мокрые. Вон. Дождик еще моросит. Ой, сидел я там в Кавказской. Так хорошо. С Марсиком, с Жориком, с Милочкой. Виктория, там не стекла пирожки. Печенюшки такие вкусные, тепленькие. С орехами, с миндалями. И вот занесло меня на чужбинку. И для того, чтобы лучше делать тяпки. Чтобы крепче они были. Вот теперь вот термическое оборудование. Завтра еще смотреть. Ходить по выставке. А сейчас еще надо найти, куда прислонить свое тело. Не знал, сколько еще нужно уйти. И куда мы идем. Может где-нибудь вещи туда полежать. Чтобы полежать. Оттуда за сетку. Прятаться. Ну, в общем, идем. Где-то вот тут мы вот здесь. Не знаю, какие-то здания вкрученные. Вот. Где мы тут находимся. Ну, в общем, в Москве мы находимся. Только вот. Непонятно. Где же наша гостиница. Навигатор показывает 300 метров. И вот мы ходим эти 300 метров. Уже 300 километров просто. Опять такие-то дворы. Опять это здание. Мы вокруг него ходим. Уже пятый круг. Обходим. Где-то здесь. Уже и кушать не хочется. Уже мысли ни о чем. Вот как добраться до места. Посушить обувь. Вот это у вас водка. Это варка. Вот как же мерещится. Ну что, где это? Где наше пристанище? На ночь. Ну, выключай. А то уже батарейская скорость я нашла. В жопе мира. Вы меня извините. Какая-то свалка. И дождик. Ну, в общем, вот тут вот. Ну, название такое. Козырное. Пошло. Ну, и вообще сюрприз. То, что литька нет. А идти надо на седьмой этаж. Вот как раз такой. Сейчас со свежими силами. Километров 30 промахаем. Подождичка. И еще на седьмой этаж. А лифт у них не работает. Они только строятся. И лампочек нет. Москва. Вещь придет. Наверх. Чтобы не заблудиться. Ну, в общем, выключай. Тут еще. Еще. Пять этажей. Вот. Пришли. Такой вот номер. Туда куда-то надо подниматься. Телевизор есть. Лестница есть. И окно есть. А из нашего окна площадь красная видно. Что-то там, короче, видно. Какая-то стройка. Ну, что, будем ложиться спать. Пошел я наезд. Пошел я наезд. Продолжение следует...